Фиксики Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Вентиляция Дим Димыч! Дим Димыч! Иду! Симка, шпуля, смотрите! Правда красиво? Ой, прелесть! Безделушка! Какая в нем польза? Польза? Он к заколке подходит Польза! Это когда вещь нужная Вот, как верелочная лестница Прелесть! И куда ты по ней полезешь? А вот в зеркальце Вещь полезная и красивая Какая прелесть! Ой, у тебя шпуля все прелесть А зато такой стуки У вас точно нет Ой, что это? Механическая рука Наверное, спину чесать удобно Зато у меня есть Фотография вектора С его подписью Это какой вектор? Это который самый смелый Фиксик на свете? Да, и самый красивый Может, это не он? Ну-ка, дай посмотрю Не дам Запачкаешь А это не он? Он! Нет! Да! А ну-ка! Куда? Ой! Что это было? А-а-а Сквозняк Это ты во всем виновата Сама виновата Нечего было хвастаться Девочки, не ссорьтесь Давайте искать Катастрофа! Потерять портрет Самого знаменитого Фиксика Катастрофа будет, если портрет Фиксика найдут люди Куда же он улетел? А-а-а А что если... Правильно! Надуем мыльные пузыри Посмотрим, куда он полетит Туда же и портрет улетит А знаете, откуда берутся мыльные пузыри? На поверхности любой жидкости есть невидимая пленка Тонкая, но прочная Хотите ее обнаружить? Налейте в стакан до самого края Обыкновенную воду А теперь опустите в него монету Только осторожно! Ребром! Еще одну! Еще! Еще! Видите? Вода не выливается А поднимается горкой Воду удерживает та самая пленочка Или, как говорят Сила поверхностного натяжения Благодаря этой пленке вода собирается в капли Она же помогает выдувать мыльные пузыри Мыло в воду добавляют, чтобы пленка была более прочной Но мыльные пузыри все равно лопаются Ну вот, осталось надуть Давайте вместе! И... Стойте! Так не пойдет! Здорово! Вентиляция! Как я сразу не догадалась! Вы замечали на кухне или в ванной Отверстие с решетками? Это вентиляция! Там за решеткой Начинается длинная труба Воздуховод По таким трубам Из помещения удаляется несвежий воздух Вместе с неприятными запахами Старый воздух будет быстрее уходить в вентиляцию Если вы откроете окно на улицу И впустите в помещение свежий воздух Проветривайте комнаты почаще О! Вижу! Он там зацепился! Хватай! Пока не улетел! А чем? Как чем? Забыли, что у меня есть? Тыдыщ! Спасибо, Симка! Что бы мы делали без твоей механической луки И без твоей лестницы? Я тебе ее подарю! Ой, спасибочки! А это тебе, девочки! Какая прелесть! Симка, ты здесь? О, а что это у тебя? Зеркальце Правда красивое? Ну, девчонки! Все одинаковые! Сила трения Фу, Дим Димыч! Как у тебя дверь противно скрипит! Да она вообще плохо открывается! Это потому, что дверные петли Друг от друга трутся! И что делать? Надо уменьшить трение! Как? Смазать петли! Давай смажу, пока помогатор при мне! Давай! Можно я помогу? Можно! Подержишь помогатор! Трение Это сила, которая мешает одному предмету Скользить по поверхности другого Трущиеся друг от друга предметы Быстро изнашиваются Чтобы уменьшить трение На поверхность деталей наносят машинное масло Или другую смазку Смазка помогает крутиться шестеренкам часов И колесам автомобилей Даже лыжи смазывают Чтобы к ним не прилипал снег И они лучше скользили Давай, давай, Дим Димыч! Порядок! Проверяй работу! Не скрипит? То-то! Спасибо! Я пошел! Куда? С горки кататься! Возьми меня с собой! Не, Нолик! У тебя же нет ни санок! Не даже ледянки! Симка! А может мне ледянку смазать? Зачем? Она и так отлично по снегу скользит! А! Ну, ладно! Подожди меня, Нолик! Я тебе приготовлю сюрприз! Ух ты! Скользко, как на льду! Что? Никакого трения! Кто-нибудь? Помогите! Нолик, что случилось? Погоди, я сейчас! Ой! Бабусик, помоги! Кто меня звал? Я иду на помощь! Что тут у вас за шум? Дедуш, не ходи сюда! Тут скользко! А? Что вы говорите? Осторожно! Что это было? Это я масло разлил. Зачем? Чтобы уменьшить трение. Приплыли. Не двигайтесь! Я вас сейчас оттуда вытащу. И чем тебе трение мешало? Через пять минут, чтобы все было чисто. Инженеры все время борются с трением. Пытаются его уменьшить, чтобы их машины ездили быстрее, а детали меньше изнашивать. Но представьте себе, что будет, если сила трения исчезнет вообще. Все начнет выскальзывать из рук и падает со стола. Узлы будут развязываться сами собой. Да что узлы? Машины не смогут ездить без трения. Колеса будут просто прокручиваться на месте, не сцепляясь с дорогой. Даже ходить мы с вами не сможем, потому что при ходьбе мы отталкиваемся ногами от земли. А как отталкиваться без трения? Никак! Вот, оказывается, какая полезная штука. Это сила трения. Кажется, очистили. Пока еще пахнет. Нолик, я совсем забыла. Я же тебе приготовила сюрприз. Вот. Что это? Я для тебя ледянку сделала. Ой, спасибо. Только зачем мне ледянка без снега? Нолик, смотри, что я тебе принес. Что? Снег. Настоящий снег? Да. Теперь у тебя будет своя горка. Вот это да. Вот это сюрприз. И никакой смазки не надо. Пятно. Тим Димыч, ты чего? Телевизор смотришь, а включить его забыл. Это я на свое отражение смотрю. Я рисую свой автопортрет. А где автомобиль, если это автопортрет? Автопортрет – это не про машины. Это когда художник рисует самого себя. Себя? А разве у тебя такие мускулы, как у этого богатыря? Эх, разве там разглядишь, какие у меня мускулы? И вообще, не мешай художнику. Тим Димыч, пятно! Ну вот. Вытирай скорей! Еще хуже. Что делать? Эх, была бы здесь мася. Обычную грязь можно чистить щеткой или отстирать. Но есть пятна, с которыми так просто не справишься. Пятна от фруктов нужно сначала залить кипятком. А вот пятна от крови наоборот, горячей водой лучше не смывать. Пятна краски или ржавчины тоже можно вывести. Но нужен специальный пятновыводитель. А к нему еще нужен родитель или другой взрослый, который умеет с ним обращаться. Я и без массы понял. Ты в тетрадке пятна чем стираешь? Ластика. Но это же не тетрадка. Ну и что? Давай попробуем. Теперь пятно уже из трех цветов. Идея! Надо его закрасить замазкой. Штрихом? Ага. Бесполезно. Все ясно. Нам нужна вода. А стиральные машины не лучше? Нет. Белые цветные вместе стирать нельзя. А у тебя и то, и другое. Тогда, может, воды побольше? Да куда уж больше. Еще идеи есть? Может? Может, мы что-то не так делали? Все не так. Нужно было использовать пятновыводитель. Зачем пятновыводитель? Ты только посмотри, Симка! Какая прелесть! Они же специально рубашку разрисовали. Ну и другое! Ростом она почти как папус! Выше всех классе! И сильная! А еще ж Пуля очень смешливая и смеется громче всех. Такой у нее характер. Веселый и добрый. Пуля со всеми дружит. Всем помогает и всех мирит. Конечно, мне не нравится, что она относится ко мне как к маленькому. При том, что сама трусишка может испугаться какого-нибудь смешного паучка. Ну, вообще-то она хорошая. Хотя и верит в приметы и всякие там гороскопы. Шпуля очень доверчивая и может поверить во что угодно. Поэтому ее легко разыграть. Но она не обидится. Это же Шпуля. Вы же специально, да? Ну да. Ты что? Тебе еще одно пятно попадет, а ты еще рисуешь? Не попадет. Мама сказала, рисуй в этой рубашке. Ее можно портить. Тогда зачем мы ее чистили? И вот сюда пятница. И туда. И здесь. И еще здесь. Прелесть. Да, еще туда. И сюда еще. Вау! Прямо как салют. Есть! Это стиль рисования называется абстракционизм. Когда много линий, пятен и каждый видит в них что хочет. Я вижу! Вот голубок кажется! А там, да Дим Димыч с твойкой из школы идет. Ах-ха-ха! Дим Димыч, что это за разгром? А это что? Это такой стиль. А просто абстракционизм. Хм, в этом что-то есть. Ты знаешь, мне нравится. А тебе? Ах, мне тоже. ДВЕРНОЙ ЗВОНОК Молик! Молик, ты чего здесь? Дим Димычу жду. Он же только утром уехал с родителями. Ты что, всю неделю тут будешь лежать? Лучше давай гостей встречать. Гостей? Я весь класс позвала. Весь? Весь. Класс! Они там спят, что ли? В гости позвали, а сами не пускают. Симкины штучки. Эм, Фаер, попробуй еще раз. Сейчас поглонят в дверь. Зачем? Они что, не могут через замочную скважину пролезть? Молик, но они же не просто так, а в гости. А-а-а, гости всегда звонят, а хозяева их впускают. Оп, не звонит. Звонок сломался? Звонок сломался? Сейчас починим. Сначала надо выяснить, что именно сломалось. Сначала починим, а потом выясним. Раньше на дверь вешали колокольчик со шнурком, за который гости дергали и звонили. Теперь дверные звонки электрические и звучат по-разному. Одни будят, другие трезвонят, третьи вообще свистят, как птицы. Динамик, издающий звук, вешают внутри дома. А включается он с помощью кнопки, которую выносят за дверь. Похоже на то, как выключатель включает лампочку. Только вместо света звук. Верта, поможешь? Оп! Надо подумать. Ну да. Симка! Что-то твои гости опаздывают. Симка! Шпуля, ты? У вас звонок не работает. Правда? Утром еще работал. Нолик, за мной. Сначала проверим контакты. Проверили. Так, теперь динамик. Динамик цел. Может с электроникой проблема? А что если провода местами поменять? А толку? Вот и узнаем. Опа! Вот что. Давай провода напрямую соединим. А это не опасно? Сейчас проверим. Ну вот, а ты боялась. Фаер. 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 Мотор нашего класса. Он самый быстрый, самый ловкий и самый смелый. Фаер ни секунды не сидит на месте и все время рвется на поиски приключений. Он прямо горит новыми идеями. Поэтому его и зовут Фаер. Конечно, не все его идеи хороши. Зато и шишки, и ожоги. И вообще он слишком увлекается. Если он загорелся какой-то идеей, то может даже забыть про урок в школе. За это ему попадает от дедуса. Но Фаеру все ни по чем. Ведь в его голове тут же рождается новый план. Если честно, то из наших мальчишек Фаер мне нравится больше всех. С ним никогда не бывает скучно. Эй, вы там! Я понял причину! И в чем причина? Во всем доме электричества нет. Вот дверной звонок и не работает. Так что? Какое электричество не будет? Мы в гости не попадем? И когда оно будет? Не знаю. Может, прямо сейчас и включат. О, включили! Хаи! Кто не звонит? Не тратите хулиганить! Мы не хулиганим! Это не мы! А кто звонит? Не знаю! Я знаю. Звонок сам звонит. Потому что Фаер соединил в нем провода напрямую. Но это мы мигом исправим. Шумные у тебя гости! Да! Хорошо, еще людей дома нет. Привет! Привет, привет! Заходите через замочную скважину! Ну что, пошли! Куда? В гости! Нет, так просто нельзя! Почему? Сначала нужно позвонить. Придержите-ка меня. Оп! Помогатор! Помогатор! Симка, дашь мне помогатор? Я тоже хочу потренироваться перед экзаменом. Бери! Нормально получается? Ничего не получается. Я пылесос хотел достать. Ну, почти получилось. По крайней мере, шланг есть. Ничего смешного. Чтобы достать из помогатора нужный инструмент, фиксик должен не просто нажать кнопку на груди, но и четко представить себе, что ему нужно. У взрослых фиксиков это получается автоматически. А вот детям нужно упорно тренироваться, чтобы этому научиться. Когда фиксик осваивает набор инструментов, он встает экзамен, и ему в помогатор добавляют новые инструменты. И чего только в помогаторе нет? Отвертки, молотки, лестницы, пылесосы, паяльники. Правда, многие инструменты фиксиков не похожи на человеческие. Это потому, что фиксикам приходится чинить приборы, которые намного больше их самих. Эх, знать бы, по какому инструменту будет этот экзамен. Придумал! Никуда не уходите! Дедус! Что? А сегодня экзамен по какому инструменту будет? Это секрет. Жалко. Но ты ведь умеешь хранить секреты? А как же? Ладно, скажу. Тема экзамена – пассатижи. Только никому ни слова. Конечно! Эх, не ждал. Старш, тема экзамена – пассатижи. Откуда ты знаешь? Это секрет. Ладно, Игорь, попробуй достать пассатижи. Пассатижи. Пассатижи – смешной инструмент. Только пальцы береги, пальцы людям дороги. Пассатижи – смешной инструмент. Ну вот, порядок. Тема уже другая. Молоток. Ты уверен? Уверен. Пассатижи – смешной инструмент. Молоток. Молоток. Намек понял. Дедус, а точно молоток? Нет. Я подумал, молоток слишком просто. Пусть будет дрель. Дрель? Но только… Это секрет. Все, тебе уже совсем точно. Это дрель. Дрель вообще чумовой инструмент. Сотню дырок нас сверлить в момент. Только пальцы береги, пальцы людям дороги. Дрель вообще чумовой инструмент. А вдруг не дрель? Ой! Пальцы людям дороги, дороги, дороги. Дороги, дороги, они дороги. Все, меня хватит. Пойду на экзамен. Игрик, заходи. Профессор, а какая тема? Экзамена. А ты его уже сдал. Как? Вы даже ничего не спросите меня? Зачем? Ты отлично освоил помогатор. Как вы узнали? Это секрет. А фиксики умеют хранить секреты. Цепная реакция. Ким Димаш, ты что делаешь? Нолик, не мешай. Ну скажи, что это? Не говори под руку. Нолик, что ты наделал? Я? А кто мне под руку говорил? Я же не знал. Я тут полчаса бился, а ты все разрушил. Эх. Эх, Дим Димыч, выпусти меня. Эх, Дим Дима! Ах ты так! Эх, Дим Димыч. Эх, Дим Димыч! Эх! Нолик, это ты там стучал? Я. А как ты туда попал? Не твое дело! Ты чего грубишь? Хочу и грублю. Ах так! Ну и сиди там. Ну и буду. Грубиян! Ой, Зимка бедненькая Ударилась? Да ударилась Больно? Отстань, Шпуля, вечно ты со своим сюсюканем Ты чего такая сердитая? Норик меня нагрубил А ты за это нагрубила мне? Извини, Шпуля И где сейчас Норик? Там Поехали к нему Норик, это я, Шпуля Привет Ты почему Симки нагрубил? Потому что меня Дим Димыч обидел Понятно Цепная реакция Чего? Поджечь Полина очень трудно Но можно легко зажечь спичку Потом зажечь от спички щепку От щепки ветку От ветки полена Вы видели, как разгорается огонь? Это типичная цепная реакция Будьте с огнем предельно осторожны Маленькая спичка Или непогашенный уголек Могут привести к большой беде От них может загореться целый лес Весной пожар Это тоже цепная реакция И при чем тут цепная реакция? Как при чем? Дим Димыч нагрубил тебе Ты нагрубил Симки Симка нагрубила мне Получилась цепная реакция Да И плохое настроение Распространилось Как лесной пожар Прости меня, Симка Да ладно А знаете Цепную реакцию Можно запустить И в другую сторону Какую? Ну, чтобы всех настроение Не портилось А улучшалось А как? Нужно просто друг другу Улыбаться И говорить приятные слова А давайте Улучшим настроение Дим Димычу Я знаю как! Помогите мне Поднять эту доминошку Все вещи состоят из атомов Но атомы такие маленькие Что их нельзя разглядеть Даже в микроскоп Когда атом распадается Происходит маленький взрыв От такого взрыва Могут взорваться соседние атомы За ними другие Все новые и новые Происходит цепная реакция И множество маленьких взрывов Сливаются в один взрыв Страшные мощности Нет оружия ужасней атомной бомбы Но атомная энергия Может использоваться И в мирных целях На ней работают Атомные электростанции Которые дают нам электричество И горячую воду А атомные ледоколы Прокладывают кораблям путь В арктических льдах Готово! Нолик, зови! Сейчас мы покажем Дим Димыч Настоящую цепную реакцию Идет по местам Чего у вас тут? Ух ты! Дим Димыч, смотри! Прикольно у вас получилось! Я бы так не смог Это же просто Это настоящая Цепная реакция! Что? Цепная реакция! Маскировка Фух! Донес! Дим Димыч, а зачем тебе Второй аквариум? Еще и без рыбок! Не аквариум, а террариум Он не для рыбок А для ящериц и змей Меня просто Катя попросила За ним присмотреть Пока ее не будет За кем присмотреть Там никого нет А-а-а! Кто это? Это! Хамелеон! Правда здоровски? Не надо его доставать! Вдруг убежит! Куда я буду бежать? Ну и чудище! А почему его раньше не было видно? Потому что хамелеоны умеют прятаться Меняя цвет своего тела Вы видели военную форму? Она защитного цвета Чтобы солдат был менее заметным Люди научились маскировке И животных Например, гусеница Может прикинуться сучком А морской конек Веточкой коралла Обыкновенный серый заяц В зиме становится белым Чтобы волк не заметил его на снегу Но чемпион по маскировке Это хамелеон Он умеет менять свою окраску За считанные минуты Тим Димыч! А где твой хамелеон? Пропал! Не пропал А замаскировался Сейчас найдем Кусачка! Ты хамелеона не видела? И где он? Вы его видите? Нет, так просто его не поймать А давайте Мы тоже замаскируемся Ага! И будем ловить его из засады Только чем бы его приманить? Как чем? Едой А что едят хамелеоны? Ну разных гусениц, мух А где мы муху возьмем? А что если нам? Что? Мухинка, я тебе это припомню Это для дела Смотри, вон какая гусеница Тихо! Нолик, жужжи! Как? Как муха! И крылышками маши А мне еще толку жужжать Пока хамелеон не появится Жужжи давай! А-а-а! Дим Димыч! Вот он! Хватай! Не строжь моего брата! Без милых кофей! Я его держу! А-а-а! 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 Попался! Зу-зу-зу! Маскировка нужнее всего военным Они пользуются маскировочными сетками Перекрашивают танки в защитные цвета Летают на специальных самолетах Которые не видны на экранах радаров В общем, делают все Чтобы противник их не обнаружил Но маскировка нужна не только в армии Фотографы маскируются Чтобы сделать снимки диких животных Модницы маскируют бледные лица косметикой Художники маскируют серые стены Яркими, веселыми картинами А еще люди любят устраивать маскарады Надевая карнавальные костюмы и маски Но, конечно, лучше всех умеют маскироваться Фиксики! Помните как? Теперь не убежит Ишь, хамелеон по маскировке чемпион Вот бы мне научиться, как он Норик, ты за страху все забыл Ты же умеешь маскироваться в сто раз лучше А, точно! Эй, чемпион! Смотри, как надо маскироваться! Дим Димыч, извини, но кино в воскресенье отменяется Почему? Я уезжаю в командировку в Африку Ух ты! А мне с тобой можно? Тебе? Ты хоть знаешь, где она, Африка? Конечно! Нет, ты еще маловат Вот дорастешь хотя бы до Верха Африки Тогда возьму с собой Дим Димыч, ты что делаешь? Да вот хочу понять, дорос я до Верха Африки или нет? А ты свой рост знаешь? Неа! Тогда давай сначала отметим твой рост Ты только книжку подержи! Симка, а как померить? Что выше? Вверх Африки или это черточка? Непонятно! Нужна гибкая прозрачная трубка! Нужна гибкая прозрачная трубка! А! Я видел такую! Другую рост туб росту! Думаю! И теперь соединим с трубкой Трубка, чтобы вода могла перетекать! Видите?! Вода потекла, потекла и остановилась! В обоих сосудах на одной высоте! И так происходит всегда! Если край воды на одном конце трубки мы приставим к какой-то от метки, то на другом ее конце вода покажет нам ту же высоту. Я буду слить за уровнем воды На этом конце Осторожнее, а то вода вылится Молик, у тебя как? У меня вода в точно подметке Ну вот, Дим Димыч, теперь вода в трубке показывает твой рост Ну как? Не дорос еще, Дим Димыч, до Африки А может трубку выше поднять? Можешь попробовать, но воду не обманешь Видишь, вода остается на том же уровне Эх, это мне еще долго расти А что если карту пониже перевесить? Это же не честно Зато быстро! Моя любимая пословица Семь раз отмерь, один раз отрежь А чтобы мерить, нужны измерительные приборы Самая простая линейка С ее помощью можно узнать длину предмета Сколько прошло времени, подскажут часы Спидометр показывает скорость, с которой едет машина Электрический счетчик в доме следит за тем, сколько потрачено электроэнергией Шумомер определит, кто громче умеет кричать и толкать ногами А штангенциркуль легко узнает размер любой монеты и ширину отверстия в детали Без таких замечательных приборов не обойтись Ведь если не сделать точный замер Все вокруг разболтается и развалится Опа! Пап! Пап! Ну как? Странно, получается, что ты чуть выше Значит, возьмешь меня с собой? Да Придется Ура! Только всем, кто едет в Африку, полагается делать прививки Ты же готов? Прививки? Это что? Уколы, что ли? Ну да, от малярии, от мухи ЦЦ, от укуса крокодила Всего десять уколов Десять? Десять Пап, знаешь, я пошутил Я просто карту перевесил пониже Понятно Я тоже про прививки пошутил Что? Уколы делать не надо? Надо, но не десять А сколько? Девять От укуса крокодила прививки не помогают Лом И здесь все в порядке Ну, хоть бы что-то сломалось Уже неделю ничего серьезного Не переживай Вещи всегда и везде ломаются Почему же они в этой квартире не ломаются? Потому что мы за ними ухаживаем Нет, Мася Скучно без дела Надо отсюда переезжать Когда фиксик заканчивает учебу Он выбирает место работы Кто-то идет работать на завод Кто-то на корабль Кто-то в театр А кто-то в больницу Фиксики нужны везде Семейные фиксики, у которых есть дети Выбирают места поспокойнее Они обычно селятся в жилых домах Здесь не так шумно, как на заводе Но тоже полно дел Нужно следить за телевизорами, компьютерами Пылесосами и телефонами Утюгами и стиральными машинами И фиксики стараются вовсю Они просто обожают свою работу А если работы становится мало Фиксики переезжают в другое место Туда, где их помощь нужнее Малик, ты слышал? Я не хочу переезжать Папус, подумай о детях У них тут школа, друзья Не нужны им такие друзья Где-то слыхано, чтобы фиксики Дружились с человеческим мальчиком Все Если до вечера ничего не сломается Меняем квартиру Это как же? Дим Димыч вернется от бабушки А нас уже нет? Возьми себя в руки Я больше никогда его не вижу Нолик, есть идея Какая? Если до вечера что-нибудь сломается Переезда не будет А если не сломается Сломается Мы поможем Синка, ты гений А как будем ломать? С помощью лома Лом очень простой инструмент Это тяжелый железный пруд Концы которого заточены Или расплющены Лом годится, когда нужно Разбить асфальт Или расколоть лед Его используют как рычаг Чтобы выкачивать пень Или сдвинуть камень А если на плоском конце лома Есть выемка То им удобно выдергивать гвозди В общем, как говорится Против лома нет приема А у нас есть лом? У нас есть помогата А в нем есть все Класс! В приборах, механизмах Работа есть для нас Ведь техника капризна За ней глаз да глаз И в полдень мы и в полдень Всегда нас заражаем Мы экстренная помощь Которая лучше Не зевались Давай, давай Работа есть Мы сразу здесь Не зевались Давай, давай Работа есть Мы сразу здесь А можно теперь я? Держим Наня! Ты что делаешь? Хочу разбить лампу Не надо Почему? Во-первых, все должно выглядеть Как будто само сломалось Понял? А во-вторых, надо ломать так Чтобы можно было починить Тут что-то нужно починить? Или мне послышало? Папус, мы тут обнаружили Что телевизор не работает В самом деле? Да! И на клавиатуре кнопка западает Правда? Правда И еще часы Ухлая Ого! Вася! А жизнь-то налаживается Будем чинить? А как же? Мы же Фиксики Фиксики Заботен наша сия Работа наша сия Нас tela закрутила Cozrila нам пропасть И глубине привод Как на переменки Мелькают наши скором Медземные огоньки Раз, два, три Кририт! И мы внутри Кририт! Кририт! И починись Незема Давай-давай Работа есть Мы сразу здесь Жаркий выдался денек Как будто нарочно кто-то все сломал Оно само Само сломалось? Да, в этой квартире еще полно работы Не будем переезжать Мне здесь нравится И мне И мне тут тоже нравится Пластилин Оп, так Симка Смотри У меня свой помогатор Тоже мне помогатор из пластилина Зато мой И похож на настоящий Ну ладно, ладно Похож Симка Нолик Здорово Привет, Фаер Сыграем в догонялки? Некогда мне в догонялки играть У меня дел полно Каких дел? В ванной крючок отвалился У Дим Димыча настольная лампа не горит В аквариуме трубка протекает Короче, пока Я пошла за помогатором Ой-ой-ой-ой Воображала Ого Нолик У тебя помогатор Только он какой-то странный Да он и спустя А давай вперед Симки все починим Твой помогатор Мой фиксиборд Прыгай! Ну и где здесь крючок отвалился? Э-э-эк Нолик Доставай клей Откуда? Здрасте Из помогатора Да он не настоящий Я его из пластилина слепил Правда? А похоже получилась Еще в каменном веке люди научились слепить из глины посуду и всякие подделки, а пластилин появился всего лет сто назад. В общем-то пластилин это та же глина, только к ней подмешивают разные добавки, чтобы не засыхало. Ну и конечно добавляют красители. Благодаря им пластилин становится разноцветным. Из него можно слепить много ярких и веселых вещей. Есть идея, повернись-ка. Что делаю? Добываю клей из твоего помогатора. Поднимаем. Держаться будем? А как же, полетели чинить лампу. Тут нужен настоящий помогатор. И твой сгодится. Тидыш! Что там еще было у Симки? Аквариум! Летим! Так, где поломка? Вон, труба течет. Да, что ж много пластилина понадобится. Помогатор еще есть? Вот. А это на память. Готово! Что готово? Мы вперед тебя уже все починили. Интересно чем? Пластилином. Пластилин держать не будет. Еще как будет. Проверим? Давай. Что тут у вас происходит? Потоп! Слушай мою команду. Без паники. А вы знаете, что изготовить? Пластилин можно и дома. Записывайте рецепт. Берем стакан муки, полстакана соли и полстакана воды. Теперь смешиваем с соль и муку, добавляем понемногу воду и тщательно растираем. Что говорите? Похоже на тесто? Так это и есть тесто. Только оно несъедобное. Уж очень соленое. А вот лепите с него, пожалуйста. Чтобы сделать наш пластилин цветным, добавим в него краски. Гуашь или акварель. Вот и все. Пластилин готов. Можно лепить. А как закончить лепку? Не забудьте высушить готовые фигурки на солнышке. Они затвердеют и будут храниться долго. Фух, еле управились. Вы что и лампу пластилином починили? Ага, и хрящок. Ну вы даете. Зато быстро. Да, герои. Вас надо наградить медалью за скорость. Правда? Конечно. Вот вам медаль. Держите. Она же из пластилина. Какой ремонт. Такая и награда. Говорящая кукла. Ну вот, теперь вы знаете, как это можно починить. Профессор! Профессор! Урок закончен. Извините, что помешал. Ничего, гений Евгеньевич. Мы как раз закончили. Есть срочное дело. Вот. Мама, кукла. Кукла. Хе, говорящая кукла. Да, но она говорит по-японски. А меня просили научить говорить ее по-русски. Научим. Конструкция новая. Понимаете? Разберемся. Не волнуйтесь, профессор. Спасибо, коллега. Вы меня всегда выручаете. Пойду попью чайку. Профессор, а расскажите про куклу. Завтра. Это будет темой нашего урока. А сейчас по домам. А я и так про эту куклу все знаю. Да ну! И знаю, как сделать, чтобы она говорила по-русски. И как? Пошли покажу. Раньше внутрь кукол прятали пищалку. Когда куклу переворачивали, пищалка перемещалась в цилиндре. Через нее проходил воздух, и она издавала звук, похожий на слово «мама». Мама. Хе, смешно. Теперь голоса для кукол записывают на электронный чип. В куклу встроен маленький плеер. Нажимаешь кнопку, и запись проигрывается. Такая кукла легко скажет и мама, и папа, и вообще что угодно. Вот он, этот чип, на который записан голос куклы. И в нем нужно просто заменить запись? Ну да. Ладно, мне пора. Пока. Нулик, стой! Я придумал смешную штуку. А что если поиграть куклу, а потом что-то лучше поспустили? Ха? Вчера я обещал вам рассказать о говорящих куклах. Они бывают разные. Одни говорят, когда их качаешь, другие реагируют на шут. А вот у таких кукол надо нажать кнопку. Кто хочет? Шпуля! Я? А что? Я могу! Нажимай, и кукла скажет тебе мама. Правда, пока по-японски. Шпуля! Ой, Шпуля! Это мама по-японски? Ты зачем, Шпуля, фотографию игреков помогать не прячешь? Откуда она знает? Ты что, влюбилась? Она живая! Ну и шутки. А я еще лучше шутку придумал. Ага. Что? Шпуля, не плачь. Она не живая. Живая! Я знаю, кто нас с тобой подшутил. Это Фаер и Норик. А я знаю, как их хрунчить. Как? Как? Да, а что если подшутся? Самый умный фиксик в нашем классе – это Игрик. Мне иногда кажется, что он вообще знает все обо всем. Наш профессор Дедус его очень уважает. Игрик все время думает и не любит, когда его отвлекают. У него просто нет времени хулиганить с другими мальчишками. Игрик предпочитает решать проблемы умом, а не силой. Поэтому на физкультуре ему бывает трудно. Но он такой милый, что хочется ему помочь. У Игрика не всегда получается сделать что-то собственными руками. Зато никто лучше его не разбирается в технике. Если что-то сломалось, Игрик безошибочно определит причину и подскажет, как это починить. Сейчас мы еще смешнее сделаем. Хулиганы, подачка решили. Сейчас я вам задам. Будете знать, как девочка решать. Ай, испугались. Так им и надо. Наверное, подумали, что кукла ожила. А знаешь, Игрик, теперь мне даже жалко, что она не живая. Ну, Шпуля, тебе не угодишь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе.